Музыка Что-то очень низко получилось Я знаю, что соль мажор ушло А нам бы в какой тональности это спеть Музыка Поехали Поехали Тихий сотый когтей Не забудь Потемнеет накидку Кружева На головку Надежда О, вот так Так А что-то у меня опять все эти самые не ползут Теперь она у меня мешает мне вот это А это не хочет А почему она не хочет идти наверх О, пошло Пошло Почему теперь его мало видно В общем Я отчиталась по-моему по успехам музыкальным Так что Что мы еще с вами не обсудили А, не уходи Будь со мной Мы уже подумали Ой, ну там где клён шумит Это шикарно Там где клён шумит там где клён шумит Там где клён шумит Я не знаю, что мы не знаем, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Я не знаю, 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 что мы говорим. Что может быть? Что-то еще не хватает. О! Так. 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 А вот здесь уже вот этот минорный. О! Ну, вокалисты не все же, не всех же вокалистов сначала мучили в центральной музыкальной школе 12 лет. Не все же вокалисты по 4 прелюзии фуга в год Баха сдавали. Поэтому, конечно, им подбирается. Да, мы подбирали вещи по заковырести. Волк просил передать, что он любит. Марина Валерьева, откуда Марина Валерьева знает такие подробности из личной жизни волка? Танцевать? Ну, если я сейчас брошу гитару и три недели повспоминаю ритмику, то начну танцевать. Ай, привет, Минску. Ну, что у нас хорошего? У нас хорошего... А что я не такая, Сонечка, что за мило? А что не такая? Что вам не спасывало? Что самое вам не спасывало? Чегося? Я бы хотела, чтобы я бачила краще. А у меня почему-то вот эта вот линия, которая с... О, вот сейчас она стала больше. Вот, теперь вижу. А, волк сам сказал. А вы ему поверили на слово? О, кого вы любите, волк? Меня или Марину? Баку тоже привет. Как вам сказать? Так, рецепты. Да, Баку привет, это я уже сказала. Ну, что вы все время хотите, явки и пароли? Я в Украине. Чтобы вам все сразу рассказать, где я. Руки, ну, как вам сказать? Ну, не знаю, видно, вот, что мои руки, где у вас камера тут, чтобы у него... О, вот так это выглядит. Это уже у меня тут уже как бы за... Это самое... Ну, затвердело как-то вот. Ну, в общем, играю уже, ничего. Что-нибудь интересное вам рассказать? Ну, я надеюсь, что я... Интересное вам буду рассказывать дальше. Не сегодня еще пока. Я там кое-что планирую. У меня немножко, видите, не получилось по срокам. Почему зеленые ногти? Нравятся. А что вы имеете против зеленого цвета на ногтях? В каком сенсе вы будете за меня боротися? Я не понимаю, что самое я не понимаю. И чего за меня нужно боротися. Мне приятно, будь-як. Я сама себя потрясла шансоном, не то что. Вот. Какие-то вы задаете вопросы прямо такие личные. А у волка зеленые глаза, оказывается. Если это вот под цвет ваших глаз, волк, тогда я хочу вам сказать, вы, конечно, яркий волк. Вот правильно, это сейчас тренд. Красивый и модный. Привет. Так. А это кто такой? Ну, видите, да, теперь вечер становится томным, потому что я теперь буду заниматься, я буду играть лучше. Овца – это я? Написано опять, это овца эфир удалит. И вопрос. От Алексея какого-то, ну, он в какой-то 33. Мне вот это интересно. То есть, если я, это я овца, который удаляет эфиры, то тогда стоит ли печалиться об эфирах, которые удаляет овца? Мне кажется, их не жалко должно быть. А тут возмущается и в то же время… А, кстати, берите волка, посмотрим на него, да? Вы думаете? Голубка, я не могу, если вы. Боже. Ну, волк, ну, это прямо интрига. Ох, как это всё, как это всё прямо темпераментно, как это всё ярко. И ещё и с зелёными глазами. У меня, кстати, тоже зелёные глаза. А вы думаете, что он баран, поэтому правцу спрашивает? А в царе та жена барана, да? А, может быть, да, вполне возможно, что это и он берёт и пишет. Чего нет? Бан-баран. Вот это будет. Баранов бан, и это будет бан-баран. Спасибо, пусть мне повезёт в любви, я тоже так думаю. Это хорошо. Папа любил романс, и папа сам без особого, скажем так, ну, не слишком натренированного слуха, он, тем не менее, пел очень громко. И у него получался такой зычный вариант, и он пел из-за острова настрели, на простор речной воды выплывали роспись. В общем, это было достаточно эффектно. Но он пел так громогласно, я даже не знаю, кто бы мог сравниться с ним. То есть у него это получалось просто так прямо аж. Нет, ну там какой-то дядька написал, спросил, будет ли овца удалять эфир. Вот о нём речь, в бан только о нём. Волка ни в какой не в бан, что вы, как можно. Казачьи? А, ну да казачьи, вы понимаете, да, люблю с одной стороны, с другой стороны пою всего одну, и она не казачья. Правда, Зунаевский уроженец Полтавской области, поэтому в какой-то степени. Но всё-таки это переувеличением будет сказать. Казачьи надо петь. Мама, кстати, мою пела красивую казачью. Знаете, какую? Не для меня солнце взойдёт. Не для меня. Очень грустная очень. Говорят, там у нас даже такая траурная была. Но у нас же есть попроще. Ой, цветёт карьера в поле у ручья. Парня молодого полюбилая парня... Нет, не то делаю, да? Вот так она взвесёт. Парня наперём, и она свадьёт. Чего, чего? А дальше будет проще так. И начинается продолжение «Человек-оркестр». Он живёт, не знает ничего о том... А дальше здесь какой-то надо аккорд ещё сделать. Ну, допустим, вот так вот. Сейчас подберу, кстати, ещё раз будет уже бойка. Парня «Человек-оркестр» Парня «Человек-оркестр» Парня «Человек-оркестр» Парня «Человек-оркестр» Партнер «Человек-оркестр» Давайте потол Hagel Натроблю сюда. Пусть ждёт. Да, это «Поэтресы» стало модно. Ага. Да, конечно, правильно кто-то понимает что я учусь. я три недели играю как на гитаре три недели назад я первый раз и вообще я купила три недели поэтому да ой станислав спасибо мне очень приятно у нас тут видите в основном волк пишет о любви а тут станислав написал твои глаза сводят меня с ума твои губы чаруют меня не слепят мой взгляд как я буду охотиться сегодня ночью твоя любовь поможет мне в этом люблю тебя но что же могу только пожелать счастливой охоты не гитара недорогая она хорошая yamaha с мягкими нейлоновыми струнами поэтому благодаря этому я могу хоть как-то играть борьба борьба развернулась сегодня что-то какая-то да прям не на шутку у меня садайски меня что-то вчера стали требовать чтобы я прокомментировала и я решила думаю краткость сестра таланта говорят почему вот в этот раз счет и к нему обратились за комментарием каким-то под меня он был как-то не готов отвечать и что-то говоря стушевался и спросили меня как такое может быть на что я ответила что вероятно он просто в затянувшемся находятся французском поцелуи с моей мамой поэтому чтобы читать и комментировать прессу это неподходящий момент так как глаза закрыты а рот занят пользоваться именно наилоновой смотрите чтобы вам ничего не натерло но с концертами сейчас видите не совсем все понятно кто ци зубы ныщешь что-то самому хочет у них кого кто ци господи вот и в общем это самое смею меня смысле по поводу концертов вот концерта ситуация такова что вроде сейчас как бы все открыли и и было куча планов и немножечко все застыли в ожидании потому что зонами опять все переводят о там желтую то еще в какую-то зону и очень страшно какие-то сделать там ну то есть планы афиши то есть зал аренда репетиции же все такое дело которое требует не только усилий но и затрат поэтому сейчас такой немножко где-то в течение пары недель будет время на раздумья надо посмотреть куда вот качает в какую сторону и если все будет хорошо то тогда я через да тут еще одна с приветом что такое зубы нысь зубы нысь это остановись а вот и в общем чему я все рассказываю потому что если все планы удастся сберечь то тогда 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 думаю что концу октября будут спектакли но они будут афишные они будут чуть раньше уже объявленные то есть это ну буквально через уже неделю будет очевидно если все удастся сберечь то тогда концу октября у вас все уже будет это самое будут все анонсы и так далее спустил через неделю будут про конец октября и буду готовиться конечно я поеду днепр конечно а вот что еще хотел сказать что у меня немножко по срокам я думала что я уже это сделаю вот на этом эфире но чуть-чуть там что-то заводились с сведением мастерингом каким-то еще чем-то в общем это сложный процесс чтобы сделать альбом так чтобы он там правильно звучал что ничего не вырезала и поэтому сегодня я вы считаете что мог похабник ну это же вообще-то хорошо или нет ну вот в общем короче говоря чего это рассказываю потому что я выставлю еще пару песенок наверное начну завтра максимум послезавтра и буду вот за успехи то удачу дякую а мне по не надо ехать там твой безумный сам был я ревную тебя к нему а я наоборот рвусь сам велу и хочу с ним спеть на сцене и хочу чтобы мы сделали еще одно интервью у меня сразу увеличились подписчики благодаря нему это же очень здорово беларуси я была очень много раз потому что у меня там жила ирочка моя которая меня воспитывала я конечно все время приезжала в иркутске была один раз сам вел купил квартиру я поздравляю сам вела ура клип понравился клип это было за 15 минут она как-то пришло в голову но дело в том что я значит иногда делаю себе там типирование значит этого самого мордочки и поэтому вынуждена была надеть маску так как я сама была в таких хорошеньких таких беленьких этих самых как это назвать резиновых таких пластырях поэтому надела маску некоторым даже казалось что это не я но это я конечно перейти резной результат но по-моему как бы да тейпирование рулит или рулит как сейчас говорят у севы взять интервью это у какого сева или этого сам велась его называть волк предлагает мне свидание как интересно а где в каких лесах в какой норе в каких широтах я бы даже сказала обитает волк так и вот видите от сам вела что с бубенцами но мы там начали их поковыряла слова забыла по дороге поэтому ничего слышу 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 так если запустим еще значит сейчас слова себе поставлю прошлого жаль сейчас лобинцы значит сердце будто проснулся пугалила пережитого стало мне жаль пусть же куни с распущенной гривой как мне лучше взять я не думал мне только палец не получается не знаю что с бубенцем не знаю не знаю что не знаю слышу звон не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю что текст что там у нас не знаю не знаю не знаю что не знаю не знаю не знаю не знаю что ну короче это звучит потому что это соль мемнор или даже лучше седьмой мажор это тоже пытка еще одна что это баре тут то надо здесь это это еще это мучение должно быть вот так вот ой боже еще и не взялось почему это минор я взяла а мажор значит все вот и вот тут но это пытка вообще тогда страшная вот вот что что-то поудобнее тональность подумать ну это надо сидеть и ковыряться и так все просто так бишься уже садовский уже поругался с моей мамой вот это я таких подробностей видите не знаю а что там кто-то пора покинуть эту страницу так ну а кто у вас это самое заставляет такое впечатление как будто этот человек он стоит придуждает его нас слушать мне интересно так что вы здесь ой нет пока мы волков не проверим мы никуда и каким волкам мне нельзя чтобы отдавали а вам про калитку понравилось сейчас 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 я себе педаль возьму лапкой лапкой а во Зайди в тихий сад ты когтей И не забудь потемнее напитку Кружево на головку надень Это очень понравилось волку. Добрый вечер. К нам присоединяются, кстати, новые люди. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Просто отвратительного, мерзкого, кошмарного, жуткого эфира. Но не уходят. Вот что интересно. Заводное. Ну, заводное я, конечно, вам спою. Но, наверное, я тогда все-таки сяду за рояль. Потому что это... Мне будет проще. С заводным. Ой. Так. Вот теперь, пожалуйста. Ну что, заканчиваем, как обычно, нашим нетленным хитом «Ой, я знаю, что грех маю». Ну, давайте сейчас. Ну, по-моему, она самая просто заводная. Хотя у меня еще одна есть тоже, еще заводная. Ну, да. Ну, там, конечно, побольше куплетов. Но сейчас я вас не буду. Так уж прям утомлять, а то у нас резкий будет переход к громкому голосу. О, я знаю, что грех маю. Так, лово огня не е. Що дава доцелувати? Личко руб'я не е. Сейчас сыграю. Ну, как это лучше стало так вот, наверное. Личко руб'я не е. Давайте опять не будем по 100 гуплетов. Ну, короче говоря, сейчас так кричать не хочется. Ну, ладно, в общем, так было все. Да, с Анной Требкой я дружила раньше, когда еще работала в Мариинском театре, там мы с ней иногда виделись. Наверное, Волк не совсем знает остальных слов. Полюбила б я Веколу Йосипа Івана, Мишку Гришку, ще й Андрія Федора Степана. А якби ще пощастила Василя зловити, я б не стала більше хлопцям голову крутити. Так что там для венчания, по-моему, не самое восходящее произведение. А я говорю, Мария, по-моему, пока только в Украине. Но я думаю, что со временем ее будут переводить. Ага, не понравилась песня Волку, я думаю. Тем более, что не факт, что Волка зовут Василий. Если бы хотя бы Василий, то там еще полбеды. Это кто не умеет говорить украинскую? Это сейчас что было? Я не то, что, слава Богу, учу с великим задоволением, а также выкладываю, даю интервью и общаюсь каждый день, постоянно украинской мовы. Тому я Вас дуже прошу. Нет, книга как раз-таки на русском, но переводить будем на английский, и она дальше едет за океан. Себя целиком показать? Ну, сейчас. Конкуренция с гитарой. Не знаю, видно. А здесь нет еще один стул. Трекелажными работами заниматься, чтобы показаться вам целиком. Вот, целиком. Ой, как-то так. Не знаю, нравится вам или нет. Или это было целиком. Спасибо. Ах, это не хвостик, сказал волк и густо покраснел. Так. Ну да, в принципе, не маленькая. Когда у волка текут слюни, это звучит угрожающе. Потому что кажется, что дальше следующим кадром будет совсем не, так сказать, приятная близость. А близость может оказаться такой роковой, что так кажется, что, ну, в пасти. Рост у меня, вроде, 73. Ну, было, когда-то 74. Да? Ну, хорошо. Вообще, хвост должен же быть, по-моему, пистолетом, когда хорошее настроение. Из попсы? А, из попсы, да. Я же тут хотела вам показать, что у меня есть. Сейчас попробую. Это мне надо найти, эту песню. Я её куда-то здесь сложила. Это дело, знаете, у меня... Я и техника, это... Я её сложила. Какие-то файлы тут она предложила мне. Она переслалась сюда. Ну, куда? Как это было сделано? Я её... Это самое. Я её... Выставлю. Мы сделаем какой-то такой тоже тяп-ляп-небольшой клипчик. Она такая прям... Вот она заводная, кстати. Очень. Она такая вот... Сейчас. Ну, она уже готова. Её просто буквально там дополируют. Я её уже отправила там. Ну, просто... Чё я вам её поставлю? Где мне её поставить? Просто так, чтобы она звучала? И то. Это ж надо разобраться. Она куда-то... Куда-то она сохранилась вот на этом телефоне. Я её даже послушала. Я её даже поставила на колонку, вывела. Но сейчас я не могу в это место почему-то. А вот здесь, может быть. А ну-ка. Сейчас, 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 сейчас. Ничего, так плохо. Так, нет. Это, это значит этот, как его вы поняли. Это то же самое. Теперь не знаю. Потеряла. Может быть, вот это? Нет, это тоже другая. Но это всё вот этот новый альбом. Я знаю, где она там застряла. Так, может быть, вот это? Нет, это вообще Лауретта. Ну, в общем, была у меня какая-то песня. Я и Тебе, что говорю, это невозможно. Я не знаю, как это найти теперь. Мне её легче самой сыграть и спеть ещё раз, чем найти. Ну, давайте не Ленку в таком случае послушаем. Он хотел, чтобы это был тыльный. Ну, а вышло плохое кино. А механик станет, я он ильный. Он дурак, и его всё равно. В годы смыслов, в годы потравлены. Субтитры сделал DimaTorzok И решит, что так было суда. Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то выплеснул в топочки водки И решит, что так было всегда. И послушавший вечером сводки Без эмоций и без стыда Кто-то выплеснул в топочки водки И решит, что так было всегда. Без стыда и гуляющих мимо Без колеса и внутри толпой Все пилеет погибшей любви Чем подобных хотя бы не живой Субтитры сделал DimaTorzok И без стыда Кто-то выпил в топочки водки И решит, что так было всегда Кто-то выпил в топочки водки Так, у нас даже соединение пропало временно. Я посмотрела, у нас оказывается Не все это выдерживает Но пол стопочки водки выложено Поэтому, если вам понравилось Без проблем Видео есть Жалко, что я не смогла найти Тута, господи боже мой Куда она делась? Не знаю Это была-была Куда она делась? Непонятно Когда же мне ее присылал? По числу, что ли, его найти? Ладно, не буду мучить Себя и вас Время Как это язык показать? Зачем? Что там вижу Веждано искаться Я хочу Это мне сейчас волк написал Я просто проиллюстрировала Настроение у нас отличное У нас сегодня прямо как стахановцы Можно сказать, два полноценных эфира До и после того, как нам кто-то полез Нет, я не покажу язык Это же хорошо, что волк не унимается Это же прекрасно Без камеры Так, в общем Я ничего не хочу сказать Боже Мне нравится Это у вас такой уранический Такой искрометный Прямо Забористый Юмор Неплохо Неплохо Теперь он перешел с языка на ноги Какие-то приступы Правильно говорить Эксгибициониста Или Кто-то говорит Эксбиционизм Мне кажется Эксгибиционизм Вообще-то Ну не знаю В общем, как правильно Вот-вот Сплошные какие-то у нас вокруг Ну что Я думаю, что мы и так сегодня молодцы Мы все, что могли Спели Сыграли Я как могла себе Саккомпанировала Вот На слове от Дениса Хаки Секс И два Восклицательных знака Я предлагаю Вот на этой Не просто высокой Я бы сказала Кульминационной ноте Сегодня нам эфир Закончить Я еще Потренируюсь Приблизительно Я поняла Чего мы хотим Мне вот этот Клен Та-да-та Та-да-дам Та-да Та-да-дам Субтитры создавал DimaTorzok Вот она мне тоже очень нравится, я ее, это самое, слова подберу и посмотрю, как она на гитаре половчее. Мне сейчас главное с этой гитарой, чтобы я побыстрее вот эти грифы, для меня это каждый раз как задача по математике, меняю, потому что здесь же, понимаете, куча всяких слов. Здесь же каждую ноту надо себе приготовить, а если что-то где-то, мало того, нажать правильно, еще какие-то рядом вот ноты, да, там вот примитивно ми минор вот взять, допустим, что сказалось бы брать, да, две, два пальца. Но при этом, если я вот здесь вот неаккуратно вот так вот палец вот возьму, то уже вот это нота звучать не будет, потому что она уже вот этими двумя пальцами, просто вот если даже коснулся слегка, уже все испорчено. Поэтому мне надо, и иногда бывает, я еще здесь не очень так прям хорошо ориентируюсь, я могу промазывать вот в любой момент, там, допустим, мне вот надо брать периодически там доминанту си мажор, да, и я периодически вместо того, чтобы сразу начать с этой стороны вот пальцем правой руки промазываю и беру вот эту вот нижнюю ми, а она остается в этом гитаре, как бы ее не трогают, ну, в этом аккорде. Это не то, что ее нельзя, ее нечем пережимать, ну, теоретически я не знаю, но все равно нет. И я ее иногда задеваю, порчу, порчу, я сейчас все делаю. Ну, в общем, там еще, там еще, короче говоря, много всего. А вот. Кто так, ну, хочет на прямой эфир, ну, уже поздно, потому что мы его уже заканчиваем в любом случае. Поэтому я сейчас постараюсь все эти свои грифы половчея, переходы, 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 прям на время как-то вот это все. И постараюсь, ну, может быть, к концу следующей недели или в начале следующей. Ну, потому что я хочу, чтобы какая-то... Мне не понравилось это. Ну, ладно, и хорошо, я, 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 ладно, вот ради Якубовой Карины будет под лаской плюшевого пледа. Ладно, хорошо. Вот. Ну, почему за неделю? Я за три, что смогла, освоила. Более-менее что-то я поняла хотя бы. Но мне сейчас это надо все вбить. Это же, понимаете, ремесло. Музыкальный инструмент это, как говорили в центральной музыкальной школе, в первую очередь жопа-часы. То есть я эту, допустим, прелюдию выучу за восемь жопа-часов. Так это называлось приблизительно. А кто-то говорил, а я за семь. Учите. Чего я только сегодня не пела, все, что можно. Ну, это же прекрасно, что меня не хотят отпускать. Мне самой приятно, что вы думаете. Я не знаю, сохранился ли тот эфир. В эфире «Скажи, что я тебе нужен». «Скажи, что я тебе нужен». Давай я песню нам напишу. «Скажи, что я...» Какой у нас будет счастье. «Скажи, что я тебе нужен». 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 «Скажи, что я 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 нужен». Нравится? Такое можно... Это можно круглосуточно. Подсказывайте. На любой текст. Вот. Ну, раз вам нравится... Ну... Ой... «Доброе здоровье» — это всего наекращившего. Вот дякую. пан Благдан правильно нам нагадывает, что мы в Загаре плановали уже запынетись, это точно. Не знаю. Ну, в общем, такая песня почему-то получилась. Ну, такая, такой призы, скажи, что я тебе нужен. У меня аж прям вдохновение проснулось. Ай, вот. Ладно. Я... Там надо, знаете, как сделать? Скажи, что я тебе нужен. Допустим, какую-то рифму подобрать. Скажи... Ну, головой, с какой-то там головой, это тоже грубо. Сейчас... Чего там на мой, на твой, вернее? Какую это самое возьмем, ну, это там, ука рифму. Тогда будет красиво. Ну, ладно. Всё, обнимаю. Сейчас ещё выйти на какую-нибудь песню, напишу на эту тему. А чё бы нет? Хорошая идея. Нет? Давайте песню напишу. Скажи, что я тебе нужен. Волк не пишет. Руки заняты. Прекратите. Ну, без волка, ну, понимаете, ну как-то, мы уже песню ему пишем душесчипательную. А вы тут... Вот. Ну, всё. Я вас обнимаю, целую нежно. Эфир сейчас сохраню. Надеюсь, что тот сохранился тот же, тот же. У нас эфиры, мы начали пол шестого. Сейчас уже восемь. Два с половиной часа. Так. О, Соболь появился. Конкурент волка. Вы понимаете? Давайте предлагайте ваши слова. Соболь, я вам тоже напишу песню. Я вас целую, обнимаю. Вот. Всё. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...